Что составляет быт российского мобилизованного? Нехватка экипировки и еды, антисанитария и болезни. Нападение на Украину обернулось для России колоссальным позором. Оказалось, что распиаренная Путиным вторая армия мира таковой совсем не является. Быстрой победоносной войны не случилось, а тянуть снабжение бойцов в долгую, погрязшей в коррупции армии, оказалось не по зубам. Продырявленная каска, порванный под сумок для магазинов, ржавое оружие. С такой экипировкой у солдат оккупационных войск шансы выжить невелики. Боевой дух соответствующий. Автоматы не дают. Кинули нас без оружия, кинули нас без помощи. Некоторых отправляют воевать вообще без учений. Бывает, что путь от призыва до фронта составляет всего шесть дней. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупают. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Кому повезло побывать на учениях, вручили ржавые автоматы. Этот пацанан танхистом такую шляпу выдали. Зато с экранов телевизоров генералы и Путин озвучивают официальную версию. Мол, солдаты на фронте обеспечены всем необходимым. Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Жен, девушек, матерей просите, прокладки. Толбоны знаете? Ничего. Нет, кровь основная. Откуда? Булевое ранение, прям туда вводите и все. С суровой инфраструктурой российской армии мобилизованы знакомиться еще в учебках. Вот у нас на наших почти 200 человек работают две раковины. Мы там расположены, мы таких кроватей. Будете спать, где придется. Не хватает элементарной формы. Мобилизованные часто покупают обмундирование за свои деньги. Причиной тому коррупция. Недавно в Госдуме, не стесняясь, заявили, со складов пропали полтора миллиона комплектов военной формы. О хорошем постельном белье не идет и речи. Так что у военнослужащих России новая проблема – чесотка. Нет возможности соблюдать личную гигиену. Отчего у военнослужащих завелись бельевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания. У многих, как харкота с кровью, медицинские карты только сегодня ночмед раздал. Каждому не вписано ни уколы, ни назначения, ничего. Такие обращения Минобороны России игнорируют. Руководство занято поиском новых мобилизованных, чтобы те ходили в безумные лобовые атаки, дабы массой попытаться подавить позиции в СУ. Но украинские военные держат оборону. Ребята употребляют слово неспортивно, когда действительно просто на них гонят каких-то людей, даже без бронежилетов и без кассок. Вот просто вот в старых формах с автоматами. И они просто вот так действительно толпой идут. Вот ребята их кладут штабелями, а за ними идет вторая группа таких же. Умирают российские солдаты не только на поле боя, но и по глупости военачальников. В Макеевке мобилизованных разместили в одном здании вместе с боеприпасами, без маскировки. В СУ нанесли удар. До фронта не доехали 400 человек. Знаменитая фраза «своих не бросаем» теперь звучит как злая шутка. Мы, естественно, разрешим забрать тела, никто не будет подло стрелять. Заберите, пожалуйста, они воняют возле наших позиций, давите в нашу сторону, это кошмар. Они не особо-то рвались забирать. Я вам больше скажу, когда штурмовики прут вперед, они не эвакуируют раненых. Три месяца мы жили, как, извините, бомжи с автоматами. Мы выполнили приказ, но нас опять стараются кинуть в мясорубку. Жизнь солдата для Путина, Шойгу и Кремля ничего не стоит. Если российское общество это поймет, и мужчины перестанут идти на фронт, эта ужасная война закончится быстрее.